Еще раз здравствуйте, зрители и читатели зеленой точки старта. Вот сейчас мы поговорим с владелицей Nissan Leaf из Люберец. Анна. Анна, добрый день. Вот тема, которую я хотел сегодня обсудить, это как раз возможность зарядки с помощью таких мачт, как они называются, умные опоры, которые ставит Мособлэнерго. Я так вижу, что вот мы сейчас подъехали, и удивительно, но тут место свободное. Часто ли бывает, что возле таких мачт свободные места для зарядки? Я пользуюсь двумя мачтами. Здесь у 34-го дома, это Люберца, 3-е почтовое отделение, и у 98-го дома, также у нас в Люберце. Здесь в 95-ти процентах случаев стоит, есть свободное место. У 98-го дома я вынуждена парковаться на проезжей части. Не перекрывать дорогу. Ну, видно, тут парковка, в принципе, довольно-таки свободная, машин мало, тут, значит, есть возможность. Но, как вы сейчас сказали, к несчастью, вот эта мачта сейчас не работает. Она не работает уже недели полторы, и у меня, могу зарядить малышку свою уже полторы недели, что у 98-го дома, что у 34-го дома. То есть там тоже не работает? Там тоже не работает. Пробовали писать в Мособлэнерго? Я написала обращение. И что они говорят? Не работает. Ждите ответа? Нет, они не отвечают. Не отвечают? Да. Ладно, а когда у вас получалось заряжаться на них, насколько это было удобно, быстро и по деньгам, что это выходило? Это бесплатно, это медленная зарядка, то есть несколько часов. Это не быстро за 40 минут зарядиться. Но это очень удобно, ночью подъехал, оставил, утром пришел. То есть на ночь? Да. Ну или на день я утром, если она разряжена, утром я ее заряжаю, вечером она у меня уже работает целый день, и вечером я ее забираю уже заряженную. Ну то есть никаких особых проблем нет, поставил на ночь, заряжаешься, спишь спокойно, приходишь, все готово. Да, когда станции работают, да. Давно уже владеете электромобилем? Сколько уже на нем проехали? Больше двух лет. Больше двух лет? Проехала я очень много, мы с дочерью любим кататься, и вот когда была пандемия, у меня был пропуск, и мы, конечно, километров, ну, три тысячи, наверное, мы накатали. То есть опыт большой? Опыт большой, да. Самый такой каверзный вопрос, который любят задавать скептики, противники, а как же зимой? Ну, зимой, конечно, заряда хватает на небольшой пробег, это 60-80 километров, но вообще эта машина, она как второй автомобиль в семье. То есть когда ты знаешь, что это где-то недалеко, это где-то рядом, это очень удобно. То есть по городу это самое то? Для Москвы вообще идеально, я считаю, потому что у нее все бесплатные парковки, то есть я вообще никогда не задумываюсь, у меня часто обучение в Москве, то есть я приезжаю, оставляю ее, не знаю. Кстати, Анна, а в какой комплектации вошли? Сколько там батарейка в нем? Не знаю, не знаю, это, да? Не знаю. Азэо, зэо. Азэо. Понятно. Какого года? 14-го. Хорошо, ну, значит, потом посмотрим, какой комплектации у вас она. Не знаю. Так, кстати, мы сейчас пытаемся найти ближайшие работающие зарядки с помощью приложения какого? Электрозарядки. Можно опланировать этому электрозарядку. Ну вот она показывает, вот мы стоим у 34-го дома, не работает, у 98-го дома не работает. А вот работающая какая? Так, работающая, это ТРЦ выходной, но там нет наш, то есть нужен специальный шнур. Ну, то есть мой шнур, который входит в машину, он туда не работает. Ага. Да, да, но в другой разъем. Все, то есть у меня ближайший этап. Трцент, вот оно у больницы тоже не работает. Анна, а приложением Black Shark не пользуетесь? Ну, ближайший, я тоже был быстрыми зарядками, я тоже не знаю, чем там у меня. Ну, ближайшая ко мне икея, но сейчас, да, вот они, оранжевым выделены те зарядки, которые подходят с моим разъемом, с шадема. Ну, вот ко мне ближайшая мега-белая дача, у меня осталось там чуть больше 10%, но я не доеду уже. То есть я доеду буквально вот, либо она, либо с черепашкой уже, ну, то есть я как бы сейчас и не рискну на них. Ну, то есть на самом деле, пользуясь вот этими двумя приложениями, только уж очень ленивый и очень невнимательный электромобилист промахнется мимо зарядки. Потому что указано, какие есть, какие работающие, и их все параметры. Да, ну, конечно, это все указано. В Black Shark можно вот зайти, вот я выбрала эту зарядку. Я зашла, посмотрела время ее работы, я посмотрела, какие разъемы есть. Вот он, разъем шадема, то есть я знаю, что я вот сюда доеду, здесь я заряжусь. Этот вопрос я задал, потому что в эту субботу я звонил в эфир радио «Говорит Москва», и ведущий Георгий Бабаян рассказывал, как его знакомый в Калифорнии на Тесле почему-то промахнулся мимо зарядок, и у него заряд ушел в ноль, и он не знал, где зарядиться. Это очень удивительно, так как даже у нас в России, в Москве, в Подмосковье прекрасно с помощью этих приложений можно увидеть и рассчитать свой путь от зарядки до зарядки. То есть проблемы в этом нет. Даже девушки с этим разбираются. Да. Ну, вы уже опытная электромобилистка, уже два года. Ну, да, больше даже двух лет. Как вам, в принципе, электромобиль? Ну, не напрягает? Меня не напрягает. Единственный, говорю, недостаток, это то, что коробки очень. Заряд, ну, летом, хотя я приезжала 160 километров, но в целом вот само вождение, комфорт, у меня подогрев руля, подогрев всех сидений, музыка, качество музыки, меня вообще все это устраивает. Еще устраивает. 160 километров на одной зарядке? На одной зарядке. На даче до другой. То есть, в принципе, это не только городской электромобиль, можно и от города до дачи доехать? Ну, у нас до дачи... Только, кстати, далеко до дачи? 160 километров по Ленинградскому направлению, и очень удобно. Зарядка Солнечного, Курске, вместо этого, МОСО, Клодарга. И, ну, в общем, там дальше поедем. Есть. Да, уже есть. И есть платные зарядки ФОРА в Клин. На Би-Пишке уже стоят заправки на Ленинградскому направлению, так что это очень удобно. Про остальные направления не знаю. Понятно. Продолжение следует...